Последние годы стала хорошей традицией проведения перед крупными событиями такого рода выставок. Я считаю, будет знаковым выступление Святейшего Патриарха Кирилла, которое состоится в стенах нашей Думы в четверг. Я уверен, что рождественские чтения и в целом осмысление сути нашей жизни позволят нам выбраться из тяжелейшего системного криса, куда мы все попали. Хочу напомнить, что два предыдущих подобных кризиса закончились двумя мировыми войнами, в центре которых оказалась наша многострадальная держава. Надо запомнить, что из первого кризиса нас вытащил Великий Октябрь, из второго Великая Победа Мая 1945. Поэтому я не устаю напоминать, особенно молодежи, о том, что надо рассматривать тысячелетнюю историю нашей державы единственной, и постоянно помнить, что у нее есть четыре опоры. Это сильная вертикальная власть, без сильной власти такая огромная страна, где 190 языков и народности, где все часовые пояса природной климатической зоны не может существовать. Без развитой духовности мы, в принципе, не сумели бы освоить эти просторы, в основе которых были положены, прежде всего, выдающие труд и взаимное уважение к языкам, культурам, верованиям и традициям. Но без чувства соборности коллективизма и социальной справедливости наше здание никогда не может быть устойчивым. Поэтому очень приятно, что в последнее время в выступлениях ведущих, руководителей и духовных пастырей, эти идеи постоянно звучат, взятие с тысячелетней историей, все лучшее, что создавалось нашими народами. И в этом отношении, я считаю, уверен, эта выставка сыграет огромную роль и предстоящего выступления святейшего, еще раз несет ту духовную сокровищницу его блестящих речей, которые я последние годы слушал на русском соборе в Храме Христа Спасителя и которые для нас являются своего рода духовно-нравственным компасом. Поэтому давайте объединим все лучшее, опираясь в том числе и на предстоящие рождественские сечения и блестящее выступление тех, голосу которого прислушаются практически все политические партии и авторитетные деятели.